Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Сегодня расскажу вам со своего маленького, прям игрушечного по сравнению с тем, как это бывает у настоящих деревенских хозяев, участка картофеля, о том, как правильно определить готовность картофеля к уборке и о лечебном периоде для клубней после периода уборки. У меня так картошка некоторая еще даже цветет зеленая и не собирается помирать, а какая-то картошка уже созрела и, в принципе, готова к выкопке. Но я с выкопкой немножечко повременю, потому что фитофтороза у меня не было, болезни здесь не было и пусть дозаривание клубней еще немножко произойдет в почве. При этом, если у вас на картофеле был фитофтороз, вы провели синякацию и произошел отток питательных веществ в клубни и есть такое, знаете, явление, как переувлажненность почвы, то лучше с уборкой картофеля не затягивать, потому что очень, ну, нередко, на разные же участки бывают, до картофеля, готового к уборке, есть охочие до этого урожая и вредители кое-какие, и проволочнички там и так далее. Уже все мероприятия по борьбе с ними уже фактически утратили свою эффективность. А кроме того, когда почва переувлажнена, клубни могут задыхаться, на них могут появляться такие белые пупырышки, как просом посыпанные такие пупырки белые. Это признаки того, что клубням не хватило воздуха. Ну, а у меня тут погода, все хорошо, и он может немножечко дозариться. Вот когда все-таки правильно, при нормальных условиях, при отсутствии высокой степени поражения болезнями и вредителями, картофель стоит убирать. Ну, вообще, когда растения естественным образом отомрут или отомрут в результате проведения синякации. Как это делать, я рассказывал в одном из недавних видео. Ботва при этом раскладывается, и большая часть листьев усыхает естественным образом. Усыхание происходит по причине оттока питания в клубень. Это означает, что клубень напитывается вкусом, напитывается пользой и напитывается урожаем. Когда вот куст разложился, фактически, и началось отмирание нижних листьев, при необходимости уже можно копать. Лучше всего сделать пробную копку и посмотреть на кожуру. Если кожура уже не стирается пальцем, вот как молодая, да, лупинки уже такие не слущиваются. Когда кожура крепко пристала к самому клубню, это означает, что вы уже вполне можете смело копать картофель. Он у вас будет вполне хорошо храниться. Вот иногда выкопка, более ранняя такая выкопка картофеля является более благоприятной. Потому что растение может созреть, у него стебли еще остаются зелеными, и уже картофель готов к выкопке. Но вот я слежу за этим, понимаете, очень внимательно слежу. И когда пойдут дожди, когда будет благоприятный период, картофель может начать отрастать, давать пасынки. И это плохо. На этой поросль, на эти пасынки может садиться опять поздняя тля, опять может начинать вредить даже колорадский жук и так далее, и так далее. Поэтому вот в целом лучше не затягивать. Вот сейчас вторая половина августа, я еще недельку подожду, и уже тогда здесь все-все выкопаю. Потому что, ну, не хочу я ждать пока, ну, те, которые отмерли, которые вегетируют, то пусть еще вегетируют. А которые уже естественным образом отмерли, созрели, то я уже, конечно, выкопаю. Значит, проверили, сделали пробную копку, проверили, все хорошо, клубень готов к уборке. И тогда мы начинаем копать. Конечно, в процессе копки могут быть какие-то ранки, могут быть какие-то повреждения, выявляться грибными заболеваниями, резоктаниозом, бактериозом, чем-то еще. Поэтому очень хорошо на 10-14 дней положить картофель на лечебный период. В лечебном периоде температура хранения картофеля должна быть примерно 18-20 градусов. Картофель, а это же живой организм, да, этот клубень, это такой видоизмененный побег. Он у нас живет, он у нас заживает, как и любая ранка на растении. И далее, вот после этого периода, значит, но очень важно, что вы это должны делать не на солнце. Вот эта просушка и вот этот вот лечебный этот период, лучше всего его сделать в затемненном месте. Потому что картофель на свету может позеленеть. И это нехорошо. Это хорошо для семян, но это нехорошо для продовольственного картофеля. Хотя еще никто не отравился зеленым картофелем, но все-таки это считается неблагоприятным. Значит, вот когда вы уже его полечили, он просто лежит, вот ничего буквально делать не надо. Он просто лежит. Сделайте обязательно перед закладкой на хранение переборку. В процессе переборки вы увидите, какие клубни залечились, а у каких вот при таких температурах 18 градусов, 18-20 спровоцировалось заболевание. Поэтому вы какой-то клубень можете брать, а он уже мягкий, а там где-то уже язва не зажившая. И вы, конечно, этот весь картофель откидывайте, 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 откидывайте. И после того, как вы взяли картофель, приготовили его к хранению, вот в процессе переборки сделайте, вот перед закладкой на хранение, одну простую процедуру. Возьмите 200 грамм цемента или можно взять гипса и опудрите свой картофель. Буквально немножечко, ну больше можно, но вот самое маленькое количество это 200 грамм гипса или цемента. И просто, чтобы немножечко обволоклась вот эта поверхность клубня вот этим вот порошочком. И в этом случае хранение вашего картофеля будет гораздо, гораздо более эффективным. Гипсование и цементирование, да, такое клубней, оно полезно и перед посадкой, но также полезно и перед закладкой на хранение. Поэтому вот таким образом подготовленный, вылеченный картофель является наиболее лучшим образом хранимый, оптимальным для того, чтобы потреблять его долгое-долгое время без излишних потерь. Что ж, сделайте именно так со своим картофелем и будете с хорошим урожаем без потери. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok